На дружеский вечер пригласили представителей таких общественных объединений Одинцовского района, как Союз ветеранов стратегических ракетчиков, Организация инвалидов войн и военной службы России, Совет ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов, Союз инвалидов Чернобыля, Дети войны, офицеры России, а также жители блокадного Ленинграда. Огромное спасибо нашему руководителю Одинцовской администрации Андрею Робертовичу Иванову, губернатору Московской области, мэру нашего города Александру Робертовичу Гусеву. Все они делают доброе дело, в том числе и для ветеранов, ведь мы живем не изолированы, мы живем в тех условиях, в которых живет наше население. Я здесь живу в Одинцово с января 1978 года, и то, что произошло с нашим городом, с условиями жизни и с той ситуацией, которая сложилась в Одинцово, я это все вижу. Все эти люди имеют активную гражданскую позицию, принимают самое значимое участие в жизни Одинцовского района. За столом шел разговор о проблемах сегодняшнего дня, о предстоящих президентских выборах и, конечно, о патриотическом воспитании молодежи. В основном говорят про молодежь, потому что я думаю, что у них всех болит душа за сегодняшний день. Патриотическое воспитание. Да, патриотическое воспитание. И я часто с ними встречаюсь, часто вижу. Хочу им пожелать самое первое, как сегодня, здоровья, удачи, счастья и всего-всего самого наилучшего. Дай Бог, чтобы они с нами столько было, сколько нам нужно. В нашей стране отмечается немало праздников, посвященных тем или иным военным профессиям, видам и родам войск. Два года назад в календаре появилась новая праздничная дата – 26 февраля. Владимир Путин подписал указ об установлении Дня сил специальных операций, что также послужило поводом для встречи. В этот вечер звучали и поздравления с прошедшим 23 февраля. Мне удалось собраться на профессиональный праздник 23 февраля, поэтому хотелось бы выразить поздравления, слова благодарности, поздравить всех с этим днем, с наступающим днем весны и женским праздником. Мы чуть поздравим попозже. Подобные встречи вдохновляют ветеранов, дают им заряд бодрости. А самое главное, как они сами признаются, в такие моменты они понимают, что о них помнят и о ней нужны. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова